всем привет мои хорошие с вами светлана начинаю новый влог он будет очень интересным начинать его будем с изменений в детской мы заказали ковер причем нам его вырезали обшивали на оверлоке сейчас все расскажу покажу папа поехал за ковром так поехали ксюшкой пока все убираем с пола потому что нам вырезали вот так вот его сразу под мебель мы думали про ковролин но нет качество не тот нас отговорили поэтому ковер и также его в магазине вырезают в общем мы форму начертили все замерили и сейчас нам должны его привести постели обязательно покажу пока все убрали нас тут гоняет пылесос пылесос сейчас как следует под ковер на моем полы и ковер у нас был два с половиной два с половиной на три с половиной да и нам его вырезали по нашим замерам нас осталось куски мы найдем куда применить там куски тоже обошьют аж вот вот этот кусок допустим где кровать стоит довольно большой нам их тоже обработают на оверлоке там же в магазине тоже сейчас отдадут куда-нибудь применим потому что эти полы они мне прям весь потом я хотела не знаю покрасить плинтуса у меня же есть белая краска хотя бы их покрасить чтобы они вот таким вот коричневым вот этим убогим цветом коричнево-красным не зияли да а так в целом в принципе детская на готова стены меня тоже раздражают я не знаю подумал что с ним можно сделать пока наверное так вот эту палку наверное папа у нас от дерет я не за тут ковры что ли были да в общем мы пока работаем работаем в поте лица дождались да вот такой он тут просто показываю вам пока нет у нас этого матрасика вот так вот его везде подшили тут чуть-чуть он у нас но это ерунда и вот так со светом здорово мне нравится вот этот цветок коричневый все портит а так прям без него вот если его убрать крис если его убрать то прям красота 50 вот так вот вот так прям вообще здорово когда не видно все это количество байды делать сейчас налила краски уже белую который показывал вам в кухне то же самое купила валик другой новый именно такой вот ворсисты почему потому что обои неоднородным будем пробовать красить обои в детской до купила еще кисточку красить плинтуса общем сейчас посмотрим что из этого будет получаться я делаю так впервые пробовать вот на этой стене пока рядом со шкафом если что потом заклеим вам прям процесс мне потом интересно просто обои не отвалится даже чтобы вот этот рельефный рисунок проступал может быть даже один слой этого вполне будет достаточно такого тоненький вот смотрите как получается короче я погнала видит стена краска еще мокрая наверху кстати уже высохла и рукой потрогала вот так она выглядит то есть больше такой молочный цвета и в одном месте вот здесь они вздулись но пока не отвалились плинтус тоже покрасила в общем пусть сохнет буду сутки наблюдать что вообще из этого выйдет как издалека смотрится то есть было было ужас встала надеюсь не отвалится если не отвалится вообще быть класс это часто они где вздулись они выровнялись ой класс я свет включила чтобы лучше видно прикольненько ну-ка высохла да все высохло смотрите как здорово прикольно мне нравится что на сегодняшний момент мы красим полы частями у нас теперь не торчит коричневая у нас теперь торчит белая что очень круто вот тут еще один слой остался стена обои не отвалились мало того скажу очень все обалденно мы покрасили уже ту стену и он крис сладкий и вот ту то есть вот здесь да и осталось покрасить здесь вот здесь сейчас покажу вам подальше отойду как это смотрится вот там полы завтра будем передвигать стол сюда и ковер отгинать с этой стороны теперь над краску для ордера господи для радиаторов кстати купить пока отопления нет покрасить тоже можно даже в салатовый вот такой будет кстати очень прикольно на кухне заодно покрасить так и вот до сюда дошли пока завтра будем здесь а вот эту стену до крис вот эту стену которая напротив вот тут я хочу вот так отбери сделать акцентной салатовый я уже купила салатовый колер я вам говорила под кровать тут у нас это пока игрушечки вот почему такие дела уже как-то классно вот так издалека когда смотришь все здорово гармонично еще у нас сейчас с ксюшкой возникла идея хотел он там наверху но мне там неудобно было красить ксюша помогала к н к сделать ксюшин кристина вот там над кроватью наверху смотрелось бы лучше но все-таки наверное сделаю здесь то что там не лазить неудобно а на этой кровати меня выдержит но я боюсь я туда не лажу вот женька сегодня лазил туда наверх а вот эту там палка была деревянной открепляла вон там замажу потом дырки остались все-таки я боюсь я короче наверное вот здесь сделаю где-нибудь на белом фоне к н к трафарет распечатаю вырежу как-нибудь с картона сделаю вот к н к хочу так вот сделать как вам такая идея салатовый акцентной краской игорь ксюша давай что-нибудь придумаем салатовым какой-нибудь где-нибудь рисунок потому что краска ложится все равно неоднородно но что я хочу сказать обычный обои все-таки красить можно если приглядываться прям при гре приглядываться наложиться неоднородно а в целом картина как бы вот вы видите очень хороший я не хочу второй слой совсем будет во первых бело тут хотя бы немножко кое-где просвечивает бежевый да и все равно классно и не все равно белая второй слой однозначно не хочу вот поэтому будет так здесь вот как бы ну вообще хорошо все замечательно все супер смотря как освещение падает да вот так но мне кажется так если кто зайдет и не знает что они покрашены не не догадаются все потому что прекрасно еще быстро сохнет это краска кстати на водной основе на вода я сегодня когда 2 банку покупала как бы она мне на водной основе я и фотку показал бы вот мне вот эту и ту же которой мы красили май она вообще не пахнет поэтому как бы мы без проблем прикрестившие работаем ничего страшного нет вот так вот это вот смотрится поближе то есть обычный обои которые были только они теперь не бежевая вот такие вот здесь больше бликует и получается как будто блевки такие посеребренные вот на этом вот рисунке обои мне кажется еще советских времен самые наверное обычные мне кажется бумажные хотя не факт что бумажные они очень старые и как мы с вами выяснили обои красить можно обои красить можно ничего с ним не случается у нас сегодня даже ничего не вздувалось если вчера вот тут вот вздулась а потом через час через два где-то разровнялась все обратно как при поклейке обоев то сегодня у нас ни в одном месте нигде вообще ничего не вздувалось там тоже все покрасили все покрасили все у нас там беленькая все красиво ксюшка валяется оформили фэн-шуй вот это все вот закрывать что же все покрасил так вот здорово так но пока ремонт продолжается покажу вам еще блок про детскую нас да поэтому детские покупочки купили костюм крестюшки на в адрес ксюшки уже в этом магазине покупали сейчас все расскажу покажу такой вот розовый костюмчик магазин козин двор мы брали там ксюшки сиреневый костюм я вам уже его показывал вставочку сделаю еще носится изумительно стирал даже при 60 градусов случайно так при 40 мы брали особо в поход потому что он теплый да ни одного катушка потому что я такой же костюм с василька постирала себе на 60 градусов он весь бы впад поэтому мы качеством очень довольны взяли на на осень и на холодное лето вот такой вот крестюшки костюм тепленький так размер 86 на вырост у нее сейчас 78 где-то рост состав 80 процентов хлопок 20 полиэстер теплый костюмчик называется косуха сейчас кстати на розовые костюмы в магазине распродажа очень хорошие цены посмотрите я вам ссылку на магазин оставлю я вообще их нашла в вк группа вк посмотрел по отзывам поэтому ссылку на группа вк тоже оставляют вот артикул сразу показываю тоже кому интересно вот этого именно костюмчка так и вот у нас этикеточка что давайте давайте вскрывать безумно красиво чинами пойму почему вам камера его бледнит вот он он ярче такой яркий вот яркий когда кладешь камера бледнит хочется и так смотрите какой классный мягенький тепленький все отлично резиночка пришита не будет переворачиваться на ребенке вот такие на штанишках кармашки внизу резиночка тоже ой прям идеально можете прям идеально вообще даже придраться ни к чему такие красивые класс ничьи штанишки сейчас мы тоже можем их носить можем так немножко подвернуть и будет хорошо но не сейчас а к осени вот как раз здорово вообще супер так и кофточка она вот такая милая с косой почему называется косуха потому что здесь вот кофточка под имитацию косухи то есть она такая наискосяк скажем так молния до молния отличная все и смотрите есть защита то есть внутри есть еще защита ребенок не замерзнет я кстати такой первый раз вижу этикеточка так давайте расстегнем капюшончик капюшончики что в ксюшном костюме что в этом отделаны внутри что очень ценно не очень тепленькие отделка внутри они просто вам пришли капюшон да все прострочено все супер огонь огонь костюмчик как он выглядит внутри безумно мягкий тепленький вот тут у нас вот так с вами сделано да все тепленько все тепленькое все здорово то есть молния застегивается но под молнии у нас еще с вами утепление так сказать то есть не продует здесь карманчик один у нас с вами спереди на одной стороне да такая вот красота слушайте малышам сейчас пока хороший цену осенью мне кажется они подорожают прям посмотрите своим малышам и не только малышам ассортимента магазина достаточно можно любой цвет выбрать мальчиком девочкам и на любой возраст подростков как бы так далее костюмы не маломерят ни в коем случае если костюм из василька маломерит здесь нет то есть на ксюши брали забыла какой 146 или 152 забыла девчонки я еще в конце ролика на это видео прикреплю подсказочку кто не видел посмотреть и он ей прям великоват потому что я брала опять с учетом как ивановский трикотаж а нет они идут в размер в размер и не маломерят точно вообще не грамма поэтому ориентируйтесь по размерной сетке футер с начесом у нас с вами правило ухода температура воды не более 30 я говорю я ксюши на 60 постирала прям вот случайно опять забываю все время и не было катышка вообще но вы так не делаете все равно вот мягкие моющие средства понятно сушить естественным способом это все понятно гладь принесу гладить их не нужно они не мнутся совершенно вообще не после стирки никак такая вот прелесть я над зене обязательно продублирую и в телеграм продублирую как он сидит на крестюшке обязательно собственно говоря и все мы это делали детскую мы покрасили плинтуса и полы и вот эту стену в тот цвет который я хотела и плинтус тоже там покрасила в тот цвет на весь такой угол до окна получается четко сейчас свет включу такая красота получилась цвет подходит четко под кровать и под шкаф все как бы обалденный мне так понравилось как вообще крестюшка с куклой когда разговаривает параллельно мне очень понравилось как она легла прям здорово вообще супер единственное что я добавляла коллер салатовый до в белую краску вот и нужно было много чтобы она была именно салата у меня ушла вся бутылочка коллера и поэтому она получилась очень жидкой и вообще просто грубо говоря текла я вот эту стену красила даже кисточкой а не валиком но все легло классно все легло ровно камеру чуть начинает вот такой цвет да вот все легло классно все легло ровно мне так нравится это угол и вчера ночью нам приспичило с ксюшей вот так еще сделать сейчас покажу где это находится по точнее вот стол там тоже полы плинтус все покрашено там тоже все покрашено вот и вот такая ксюшин кристина вы не представляете как тяжело что сладкий как тяжело рисовать буквы они получились одинаковыми да я распечатала трафареты на картоне но краска была такая жидкая что все текло благо как бы вы уже покрашена можно было потереть в итоге все равно пришлось рисовать буквы кисточкой тонкой дорисовывать чтобы они более-менее были одинаковые так что вот так у нас теперь тут кентка этого канале там у ксюшки наверху как всегда вот так что вот такая вот у нас детская получилось сейчас папа панорам не покажу вот так ленту ставлю везде все покрашено полы покрасили тоже вот такая красота мне очень нравится целый цвет вообще прям супер я прям от него тащусь и потолочек беленький тут с ним в принципе ничего не нужно делать то есть он такой вот вещи я организую потом там пока лежат грязь я хочу купить каким-то тоже беленький может быть коробки по размеру и все убрать потолочек беленький поэтому в принципе он ровненький его менять никакой необходимости нет шкафчик и кровать собственно говоря так что вот так у нас получилось все вам рассказала все показала у кого какие вопросы возникнут пишите обязательно отвечу еще раз повторю мы теперь с вами знаем что старые обои советские красить можно и получается очень даже здорово и классно поэтому кто давно хотел какие-то переделки устроить поменять цвет это на самом деле легко и вот эти все советы девчонки что лучше подкопить и сделать нормально ставьте при себе пожалуйста кто-то мне один написал в кухонной части видео что ой это все фигня лучше подкопить и сделать нормально я человек творческий я всегда люблю что-то делать своими руками да и мне это нравится мне это очень нравится то есть можно было бы не покрасить а купить обои поклеить да ксюшка там где-то гуляет как раз все можно было но мне захотелось вот так вот так да теперь чего двери двери поменять вот этот переход как бы тоже я не стала его запрашивать потому что не знаем пока что там будем делать дальше такая красота всем пока пока